всем привет у меня смотрит и кто случайно заглянул на мой канал сегодняшнем обзоре мне хотелось бы показать эту солнечную орхидейку которая цветет у меня на начало лета а почему я называю ее солнечной обратите на окрас цветов они буквально светятся от своих ярких расцветок произрастает этот вид на филиппинах где встречается эпифит на на открытых участках на высоте от 500 метров над уровнем море климат в естественных местах обитания зафиксирован в температурном режиме от плюс 13 до плюс 37 градусов с влажностью 70 процентов зимой и весной и 80 процентов летом и осенью это довольно крупный эпифит достигающий от 30 до 60 сантиметров высоту лист длину достигает 15 19 сантиметров и один сантиметр в ширину цветонос у взрослого растения достигает до 45 сантиметров может ветвиться и имеет до 50 цветков 4 сантиметра в диаметре эта разновидность относится к вандовым группам она имеет такие же формы появление цветоносов из изопазухи листьев и также его развитие но условия содержание они очень сильно отличаются от вандовой группы ванда она любит высокую влажность вокруг себя также любит и ринантера к который сейчас у вас на экране но имея вокруг себя высокую влажность также она любит чтобы грунт был постоянно слегка влажный эта разновидность не любит даже незначительных пересушек если ее содержать довольно сухо то она начинает скидывать листики и цветоносы у нее появляются довольно скудные такое поведение можно было заметить в том году когда я показывала ее очередное цветение тогда был всего один цветонос и он не открывался одновременно он открывался постепенно отсушивая задние цветоносы такое поведение мне в том году очень не понравилось и я решила в этом году содержать его довольно влажно и после такого содержания я могу похвастаться двумя цветоносами пускай они даже и не ветвистые как бы хотелось а цветоносика 2 и также на это время у меня появилась детка появление у этой разновидности деток это не ошибки содержания а это ее естественное поведение она разрастается так же как и саркастилиус наращивая около себя густую массу из вот таких вот похожих на вандовую группу розеток цветонос как я уже сказала он имеет 45 сантиметров в длину у взрослого растения также он имеет такие свойства как ветвица и цветение у них всего четыре сантиметра в диаметре цветочки небольшие посмотрите они маленькие но они очень красивые я не знаю как показать вам поближе от них невозможно оторваться при покупке этого растения я гуляю очередной раз по рынку меня очень приворожил ее окрас цветов посмотрите какой он красивый и завораживающий цветение этого вида орхидей долгоживущая цветы имеет восковую структуру но к сожалению не имеет запаха я думаю что это единственный минус у этой группы орхидей при покупке она была наполовину мельче после моего довольно сухого содержания листики отвалились посмотрите вот такой вот у меня голый столб вот так она ведет себя на более сухое содержание при покупке я ее как вы видите посадила в корзину за все годах которые она у меня находится в коллекции я уже много раз пожалела об этом так как это разновидность как я уже сказала любит довольно влажное содержание если вы заметили когда мы гуляли с вами по теплицам я обращала внимание на их посадку это было в том году и буквально недавно я показывала вам небольшой магазинчик и также заострила внимание на ее посадке там было довольно здоровое крупное растение которое имело длинный ветвистый цветонос и посажено она была в пластмассовый горшочек которым скорее всего был только мох и этот мох он от довольно влажного содержания был покрыт зеленым хом конечно в такой корзине я такие условия ей создать не могу но насколько возможно я в этом году и и содержала довольно влажно и вот результат пышное цветение и появление нового роста содержание в моих домашних условиях очень простое содержится она у меня при ярком очень ярком освещении буквально круглый год при той интенсивности освещения которая достигает до 50000 люкс зимний период она содержится в умеренно теплых температурных режимах которые в ночное время опускается до плюс 13 градусов как я уже вам говорила с хорошими перепадами круглый год это 12 градусов и лишь в зимний период так как я начинаю пользоваться грелками чтобы как-то поднять температуру на том балконе где она у меня содержится то и перепад между ночной и дневной температурой сокращается до 6 градусов влажность в моих условиях как я уже вам неоднократно говорила зимний период в той части балкона где она у меня содержится поднимается в ночное время до 80 90 процентов даже при включенной грелки она не спадает и лишь в теплое время когда у меня открываются балкон это влажность падает до 40 процентов ну как я уже говорила в летний период у нас есть сезон дождей который длится буквально целый месяц и в это время на балконах у меня стоит стопроцентная влажность удобряю я этот вид также как и все свои орхидейки это одноразовым замачиванием с формулой 20 20 21 раз в месяц и по мере просыхания я опрыскиваю ее горячим душем с добавлением минеральной подкормки минеральную подкормку я чередую между простым опрыскиванием и с добавлением этой подкормки вот я и рассказала все что хотела о этой разновидности орхидей хочу вас предупредить кто собирается приобретать эту красотку задумайтесь о ее посадке так как эта разновидность очень любит влажное содержание она очень похожа с содержанием ринхостилиусов те тоже любят влажные ножки на этом я буду прощаться сейчас я вам хочу показать поближе эти прекрасные звездочки посмотрите какие они яркие какая-то красота этом я буду прощаться всем спасибо что пыли со мной что смотрите меня до свидания и до новых встреч на моем канале всем пока пока